Кому выгодно пугать людей войной и революцией? На самом деле, данный вопрос, наверное, вопрос постоянного времени, постоянной политики. Особенно, когда мы вошли в постмодерн, где это еще и элемент технологии. Если мы говорим за вопрос войны, то это всегда больше интересно. В наших условиях обстоятельства, ускоряющиеся мира, это всегда внешние игроки, внешние интересанты. А революции внутренние. Так, хорошо, сейчас разберем эти вопросы чуть более подробно. Денис Кислов, политолог, сегодня в гостях на MyUA. Спасибо вам за ваши лайки и комментарии, которые помогают развиваться нашему каналу. Оставайтесь с нами и уже через 20 минут будете понимать гораздо больше о том, что происходит в стране. Я бы хотела обсудить такой вопрос о спонтанной революции. Это вообще существует или их всегда готовят? Вот только сегодня президент заявлял о подготовке государственного переворота на первые числа декабря. Первое декабря благодаря Ренату Леонидовичу и российскому очередной руке, рукаву, ноге и так далее. Наверное, все-таки сразу же попробую ответить очень емко, готовят революции или не готовят, могут быть они спонтанные или нет. Если мы говорим за революции от 20-го столетия, ну вот за историю от 20-го и теперь же 21-го столетия, то с Великой Октябрьской про спонтанные неспланированные революции надо забыть. Как та революция большая была спланирована, так и все наши малые локальные революции. Это все равно отточенные спланированные действия. Даже если не кажутся такими. Они не настоящие, условно говоря, опять же, объективные революции, процессы, которые являют революционный характер, носят в себе. Они как раз и должны выглядеть как естественные, как общественные или народные в заявлении или еще что-то, в каком-то таком характере. Никак, конечно, они не должны выглядеть как конструктор смоделированный или сманипулированный. А революции, которые носили больший характер спонтанности или имели право иметь место в спонтанности, это все-таки революция периода 18-го, столетия 17-го. Мы сейчас не предмет истории будем изучать, поэтому о них не вижу смысла говорить. Поэтому возвращаясь к этому вопросу, да, все революции с последнего времени, особенно со второй половины прошлого столетия и начала этого, то есть я имею в виду революция, которая связана с системами Ближнего Востока, в Азии и, в конце концов, в Восточной Европе и в наших уже постсоветских странах, включая Украина, мы пережили за эти уходы не два Майдана, как любят говорить, а три Майдана, все забывают почему-то про период Леонида Данилова. Господи, Кравчуков чуть ли кучму опять не вспомнил. Но, тем не менее, все эти процессы всегда были сорганизованы. Если первый наш внутренний Майдан при Кравчуке, это был все-таки абсолютно внутренний процесс зарождающихся экономических кланов, то последующие два, что при Ющенко, что при Янукович, это были полностью сконструированные процессы, которые несколько имели составных элементов, одна из которых не только зрелая, как раз не большинство, а маргинальное большинство, то есть эти где-то от 12 до 14 процентов, которые в состоянии за собой завлечь, прошу прощения за слово, охлос, но тем не менее. В данном случае... Именно так. Ну, если говорить на очередь языком, это охлос, это толпа, которая идет за этим двигателем. То есть это один элемент, второй фактор, заинтересованность тех или иных ключевых финансовых игроков внутри страны, а не выступая в частности кукловодов. И, само собой, заинтересованность или некий интерес тех или иных внешних игроков или в совокупности целого ряда игроков, как вышло в 2014, в конце концов. Поэтому, когда мы говорим за сегодняшний день, во-первых, я не вижу предпосылок для революции в таком понимании, как мы видим, пытаются сослаться на 2014, хотя определенные зарисовки под это уже происходят технологически, понятное дело, что такие процессы готовятся или хотели бы, чтобы подготовиться. И тут на этом фоне сразу же возвращаюсь к тому, что было упомянуто, что Владимир Александрович сегодня вздумался ляпнуть, что 1 декабря, с 1 по 3 собирались у нас определенные указанные лица совершить государственный переворот в виде, опять же, революции. Ну, начнем с того, что уже при нем произошла, и его приход в президенты Украины, это уже, в частности, системная революция, уже сама по себе была, в контексте несистемной революции, и при нем уже произошли две административные революции, включая, начиная там от, когда убирали Богдана, и еще когда убирали Кончурюка. Неважно, какой мальчик-мопед был слабенький, но тем не менее, факт есть фактор. То есть и Богдан тоже, там, не в зависимости, насколько Андрей Первый был дерзкий или харизматичный, вот, например, на фоне того же Ермака. То есть это уже вторичные элементы, то есть как бы бэкграунд для масс. Вот и в этом то, что я начинал говорить, что интерес, это на самом деле надо вдуматься с точки зрения технологий именно постмодерна. В коем-то веке сам президент анонсирует, то есть оно выглядит как будто предостережение, вот мы предвидим, что собирается революция или еще что-то, а по факту, с точки зрения технологий, да, это припущение в какой-то мере, но тем не менее оно получается с точки зрения постмодернной технологии анонс на возможную революцию. Вопрос, кто еще ее готовит? Да, кто ее еще для чего готовит, то есть у меня откровенно за последнее время процессов, которые происходят, очень большое, то есть я понимаю, что мы на уровне Большого Шухера или на кануне Большого Шухера, но не в контексте, что сейчас все побегут, а то, что резкие изменения, которые в целом в мире происходят, они торпедируют многие процессы, Украина в данном случае просто включается в этот мейнстрим только в вопросе своей локальной политики, да, ну и как бы отыгрывание этой политики, включая ряда интересов, так уж сложилось географически с нашей страной, что она сейчас задевает ряда интересов, начиная от Российской Федерации, которую вечно макают как главного нашего врага и агрессора, что не является так, говорю, прямо в эфире. Да. Это миф. Так. Это новое для меня заявление. Это миф. К сожалению, для нас или, к сожалению, для России, вообще для данного региона, это миф. И вот не означает, что у него нету почвы, и что Россия белая и пушистая. Ну, в контексте, да, вы говорите, что у нашего врага это миф. Точно так же это включается интересы Великобритании, бабушке вечно не умершей уже почти сто лет. Я имею в виду, прошу прощения, что грубо о королеве. Простите, Елизавета. Это прилично, но, тем не менее, Елизавета как бы так. И, в конце концов, это новая империя западного мира, хотя она уже не новая, она уже устаревающая на грани своего фола, но, тем не менее, это Вашингтон и Соединенные Штаты Америки. Ну, мы же говорим, что сейчас постимперский период, империи нет. Как раз империи тоже есть, только в новом русле. Поэтому я отвечаю, что на сегодняшний день империя капитализма или капитала, это как раз Соединенные Штаты Америки, которые отыгрывают уже свою 20 века роль. Туда же включаются интересы и Китая, КНР, да, на территории Украины. И в том числе косвенно включаются интересы, даже не косвенно, очень прямо с точки зрения Черномольского шлейфа и вопросы Турции. И неспроста Владимир Александрович сегодня упоминал, насколько хороший этот дракан помахает Украине. То есть, как бы это определенные тоже связки договоренности. Но, возвращаясь к тому, опять, о чем я говорю, потому что, получается, может, чуть-чуть сбито. Вот этот анонс, он имеет свой очень интересный элемент. С одной стороны, значит, идет подсказка о том, что да, какая-то революция готовится, но, понятное дело, никто революцию проводить полноценную, себе в ущерб не ставит. И насколько бы мы не называли Владимира Александровича клоуном или шапито, или недалеким, наркоманом, все, что происходит в медиапространстве, ну, не настолько он все-таки глупый человек. Да, он может быть не сверхпудовным интеллектом, может быть, его команде тоже есть не академические гении, или там вундеркинды нобелевские, но, тем не менее, это не настолько глупые люди, чтобы технологически, пускай с большими косяками, с большим непониманием или недопониманием последствий того, что они делают или как они это делают с точки зрения механизма, но непонимание конечной цели, которую они хотят. Если они понимают конечную цель, чего они хотят добиться, даже если удержаться, уцелеть, то все равно как бы должны понимать, для чего это делается. Так вот, для чего это может быть, делается. Когда человек анонсирует, что собирается переворот в стране, революция, там, очень неважно, как сейчас мы ее назовем, это уже по содержанию, по факту можно только понять. И еще называется дата. И ключевые игроки с точки зрения, а в данном случае мы их можем перевести на язык месседжа, как мы ему, в какой конве информационных контентов оно должно проходить. Не забываем, еще у нас тут недавнешнюю, еще не отыгравшую до конца антиковидную или антивакцинную тему, которую тоже привязали Российскую Федерацию уже. То в данном случае на всей этой волне у нас зарисовываются конкретные сроки, когда в некой цели должен произойти какой-то взрыв, волна, что-то пойти, что-то дестабилизировать. Не в зависимости, будет это или не будет. Ну, во-первых, абсурд теперь, чтобы это было или не было. Потому что вроде бы как бы все предупреждены, значит, мы все вооружены. Но тем не менее мы сможем вспомнить, почему сейчас 14-й год специально потяну. Вспомним, когда Наем крикнул все на баррикады. Вот приблизительно только тогда это, как бы Наем выполнял функцию фаерщика, то, что в этих технологиях используется. А тут сам президент не совсем фаерщик, а скорее провокатор. Но работает так же получается. Заполняет те же инструменты, но это больше как провокация идет. Она, которая по большому счету позволяет запустить этот процесс, спровоцировать запуск этого процесса. На самом деле это революция или псевдореволюция, скажем так, подыгрывание настроений, которые есть негативные, деструктивные, чтобы в регионах, либо тем более на Киев двинулись, те маргинальные, не маргинальные, элитарные, скажем так, региональные силы, центры, которые хотят в этом поучаствовать и, может быть, сыграть. Может быть, какой-то бизнес, который недовольствует, крупный бизнес. Я не имею в виду Рината Леонидовича или Игоря Валерьевича. Я имею в виду крупных игроков. Я имею в виду крупных, ну там третьего где-то, четвертого шелона. Открываем форус, смотрим, кто там после тридцатого места и кто может захотеть в это поиграть. Как они поведут? Какие начнутся шевеления? Проявить ситуацию? Да. По сути, такой акт – это способ спровоцировать засветку. А служба Баканова под афишей Баканова, по сути, там уже другие люди более талантливо все управляют. Показатель то, что талантливые в офисе президента управляют. И у Баканова – это пускай и самовольная, и досрочная, но это все равно та же отставка Арсена Борисовича. То есть игра началась более существенно. То есть сменяются определенные группы влияния, кланы, их не паритеты. Поэтому, естественно, идет, с одной стороны, попытка дружить. Но дружить на условиях теперь не общего компромисса, а тех условий, которые хочет предложить офис президента. Он слаб. Да, он слаб офис президента. Он уступает, скажем, с точки зрения медиа, ресурсов, может, даже финансовых ресурсов, рычагов, определенные инструментария, к легиальному финансо-промышленному капиталу, который есть в стране. Но этот финансо-промышленный капитал не един. Он абсолютно распорошен. И, по большому счету, вот эта революция, которая у нас начинается, или которую пытаются проиграть, это революция не просто власти и населения, или конкретного олигарха и власти. В большом счете, это революция в самом пуле, или в самой верхушке вот этого сливочного торта из так званых наших олигархов. То есть не люди на улице, а вот так. Зеленский здесь, Владимир Александрович, не больше, чем субъект этой игры, соучастник этой, вынужденный соучастник этой игры, который несет ответственность за страну, за баланс между этими группами. Он не справляется с этой задачей, хотя пытается на себя примерить маску Владимира Владимировича Путина. И в этом поле тоже с тематикой олигархического, олигархического. Как бы задачи другие, но подача используется та, которая у соседа, того самого агрессора. Копирует агрессор. Определенные технологии, методы копируются. Подача другая, задача другая. Конечно, да, то есть понятное дело, что она одевается на торс данного гаранта страны. Но, скажем так, шаблон используется оттуда. Почему? В общем-то тоже понятно. Потому что, собственно говоря, в своем эволюционном, не с точки зрения развития интеллектуального, а эволюционном, с точки зрения состояния экономики, состояния с тем же самым Донбассом, состоянием с финансо-промышленными группами, Украина чем-то отдаленно, но с точки зрения постсоветского пространства, отдаленно может напоминать ту же самую Российскую Федерацию с года так 99-го. Не самоприятное сравнить. Это не потому, что она хорошая. Чем-то напоминать. Там была Чечня, у нас Донбасс. Там были сложные отношения с Березовскими и Гусинскими. Это тоже медиа-активы, если мы вспомним, да? Ключевые медиа-активы. Здесь у нас появляется ту Ренат, ту Коломойский. Так, я бы еще хотела уточнить. Вы в начале разговора упомянули такую фразу, что вроде бы обстановка не располагает к революции, но зарисовки, подготовки уже есть. Можем ли конкретизировать, объяснить зрителям, в каких конкретных вещах видны эти зарисовки, и чтобы можно было разлететь? Вот это происходит, а это пытаются сманипулировать и продвинуть тему революции. Ну, по большому счету, мы можем даже откатить очень хорошо назад от сейфа для ФОПов. То есть это был первый, скажем так, бросок в огород. Кстати говоря, аналогичный элемент с рук на то время Клюева был и при Федоровиче, если мы помним, тоже налоговые майданы. Следующий этап у нас был определенные потрясения на теме, опять же, ковидной, скажем так, в Подполтавской области, когда у нас туда везли первых как бы зараженных лазаретами. С автобусом? Да, с автобусами. Это определенные тоже способы рассказать. Вопрос, кто играл, но эти способы, они все равно, элементы, они не связаны, но они раскачивают. Раскачивают общество, создают определенные дисбалансы, дисфункции организма системы, даже если она системная. Самое крайнее, это то, что мы вошли, а, потом у нас было две еще очень важные тематики. С самого начала тянется отправление, или, назовем, малой эпохи Зеленского, потому что она в любом случае, есть сложно ее назвать эпохой, но она как бы промежуточный такой интересный период. Тематика энергетических кризисов. Это же не вчера родилась эта тема. Мы уже третью зиму должны не пережить, потому что не будет угля или еще что-то. Хотя я боюсь, что эта зима будет действительно по-настоящему тяжелая. Но все никак не. Это уже, боюсь, будет действительно тяжелая. Не потому что хочется такого или не хочется, или как бы есть, как и в прошлых годах, объективные вещи. Ну, как бы природа тоже... Есть законы природы, определенные законы системных процессов, системной материи. Но опять же не в этом. И вот тут у нас еще в 2019 году зарождаются первые конфликты энергетические, через тематику центра энергии, через вопросы, у кого закупать уголь, у кого закупать биоресурсы, газ и так далее. Тематика Беларуси туда-сюда качается, тематика России, там вирус у нас периодически, всплывает в противостоянии Рената Леонидовича и уважаемого бабушки идем пить кофе Игоря Валерьевича. То есть эти качели постоянно поднимаются, постоянно опускаются. Сейчас они опять очень сильно на плаву. И, по сути, на фоне этого уже созрела следующая тематика. И она перманентные элементы имела в регионах. Это та же самая Полтавская, это Ивано-Франковская, это Тернополь, где люди уже как бы начинали выходить, потому что нечем было вовремя начать отопительные процессы. То есть еще один камень в огороде. А кроме этого автоматически растут и тарифы. Дрова подкидывают. Постоянно дровишки подкидывают. Тут же постоянно идет стагнация в процессе у нас с нашим МОЗ. Что делать с этой вакцинацией? Что сделать с ковидом, с этими локдауном? Как переживает этот бизнес? Как его поддерживают или не поддерживают? Насколько общество устало от этого состояния? Насколько рушится, опять же, как бы ни рисовал красивый на сегодняшний день лешковый, что система МОЗ воспрянула духом, по факту она осыпется. Не очень. К сожалению, она осыпется. То есть это отдельная целая тема. Можно говорить, что происходит, под кого происходит, и как у нас на самом деле форма этой реформы медицины. По сути просто формируют два основных элемента. Это туристическую медицину. И страховую медицину. Но страховую не в понимании, как она и работает в Англии или в Канаде, а страховую в контексте интереса страховых групп. Это чуть-чуть совсем другие модели. То есть все вот эти наборы вещей, они создают постоянное напряжение в обществе. И по разным тематикам. Опять же, как и в 2014 году, когда начинался Майдан, значит, так называемого студенческого сначала, потом уже он перерос в массовый, в общественный. Но если мы вспомним 2014 год, именно не 2013, а уже 2014, когда тысячи людей стояло на Крещатике, на Майдане, по большому счету, если мы спросим у каждого второго, ну кроме общества против этой власти, почему? У всех разные темы были. У кого-то там засилие семьи в бизнесе, у кого-то еще какие-то проблемы социальные, у кого-то, потому что мы не в Европу, еще что-то, у кого-то еще какие-то трусики, неважно. Тем было очень много. Они были разные. По большому счету, единой темы не было. Был общий позыв, уже сформированный, но темы единой у всех не было. У всех были свои причины. По крайней мере, у большинства вовлевых были свои причины. Потому что были у всех разные причины. Мы то и получились, в общем-то, уже через полгода, когда приходил Петр Алексеевич. В том числе и с их вопросом коалиции, не говоря уже за массу населения. Приблизительно то же самое воспитывается и сейчас. То есть да, создается много разных анклавов, интересов протестующих или протестных настроений, которые в идеале хорошо бы, тем, кто хотели бы использовать это в своих ресурсах. Возможно сделать революцию или, во всяком случае, имитацию этой революции, собрать в едино под каким-то девизом, лозунгом. Но возможности на самом деле все равно для этого нет. То есть есть попытка спровоцировать, смоделировать эти настроения. Возможно, они вызреют через полгода или после зимы реально, если она будет такая страшная, холодная. Но предпосылки ему родиться нет. По одной еще очень важной причине. В массе публика, не маргинальная, а вот такая в массе публика, выходит не тогда, когда ей холодно и голодно, а когда в холодильнике лежит хотя бы колбаса. Когда зарплата у тебя не колеблется на уровне прожиточного минимума. Мы не говорим, сколько официально прожиточного минимума. Мы говорим с точки зрения среднестатистической семьи, чтобы она могла позволить ребенку в садик, я не знаю, отправить, себе там какую-то, хотя бы на одного членной семьи в раз в квартал какую-то фуфайку купить, нормально питаться, платить коммунальные услуги. То есть когда вот этот пакет есть, еще что-то остается, это нормальное среднее состояние условного того понимания средний класса. Вот когда есть такое состояние в обществе, вот тогда можно это общество реально спровоцировать, выходить, потому что общество хочется, в этих процессах общество хочет более активного развития и своей капитализации, монетизации. Когда общество идет в экономическом падении, в массе, мы не берем там 20% или те, кто находится в городах-миллионах, начиная от Хиева, Харьков, Непр, даже Люк или Одесса, не получится. У людей вопрос выживания стоит. В первую очередь стоит вопрос выживания. Им не дохождение по улицам. Но настроение негативное, да. Можно спровоцировать. Что они дадут? Они дадут вот как раз для фейковых революций лояльность, лояльную поддержку этой революции. То есть никто не будет на Байдану выходить, но ее будут поддерживать. Ну, в целом, да, мы устали, мы хотим, но сами не участвуют. Второе, что он дает, он дает возможность и дальше проводить способ своеобразного давления шантажа на президента страны. Не в плане, что ты заслужен, не заслужен. В контексте того, что его рейтинг падает. И теперь его рейтинг не будет подниматься. Не будет подниматься. Не потому, что он должен падать или не должен падать, что к нему против относится. А по той простой причине, что люфт, который президент Зеленский держал на протяжении где-то года, это неоднозначное отношение к нему. То есть неплохо, нехорошо. И самое главное, рейтинг, который называется антирейтинг, у него был в пределах 20, фактически чуть меньше того, что поддержала Паркшин. Тут понятно, откуда он брался. Это не было проблемы. А как только у него этот люфт сократился, он исчез. Он исчез как раз на фоне ситуации с тем же Аваком, с тем же Розунковым, еще ряда процессов, в общем-то больше, которые можно относиться к личностным факторам. У него начал моментально проседать рейтинг. Потому что брать его больше неоткуда. Цеплять его и подтягивать паровозиком за какие-то фишки, которые он выкинул, больше некого. Нету той аудитории, которая, если это ушла против, то это пришла за. То есть у него остался голый, условно говоря, 18%. Попоказать. По факту на момент выбора, скорее всего, дай бог, чтобы было 12-13. Интересно. Вы много вещей рассказываете. Есть о чем задуматься. А это заставляет поднимать условия торгов в взаимоотношениях, чтобы садиться за стол, и садиться за стол переговоров, о котором сегодня Владимир Александрович тоже говорил и приглашал. Наш большой капитал селить за стол переговоров. Только он приглашает за стол переговоров на своих условиях, по принципу своеобразного шантажа. То, что выкидывается у Шустера, это тоже элемент. Только его пригласить на тех условиях. Поэтому сейчас идет, по сути, если и война, то только в информационном поле для начала. Это разогрев. И разогрев не для того, что кто кого победит, а для того, кто кого посадит за стол переговоров. Чтобы не только в контексте Владимира Александровича, а и между ключевых игроков экономических. Это Игорь Анат Леонидович, это Игорь Валерьевич и другие. Я думаю, пищу для размышлений сегодня подкинули, очевидно, всем нашим зрителям. Спасибо вам за вашу риторику, позицию, идеи. Денис, кислов был. Это предположение, потому что версий всегда очень много, и это только одна из тех, которые можно сегодня прорисовать. Всегда интересно рассмотреть с разных сторон. Денис Кислов был в гостях на MyUA, и спасибо, что вы были с нами.